Несколько дней назад в социальных сетях многих жителей Славянского района появилась информация о сборе средств для лечения нашего земляка Стаса Кузнецова. Жизнь 28-летнего Стаса разделилась на до и после. Раньше спортивные тренировки, военная карьера, сейчас больницы, лекарства, курсы химиотерапии. Два года назад молодому человеку поставили страшный диагноз – рак крови. Мы не смогли остаться в стороне и узнали историю из первых рук. С детства Стас Кузнецов мечтал стать военным. Окончив школу, осуществил мечту. Получил звание капитана воздушно-космических сил. Его «Синий китель» украшают награды. Медаль за возвращение Крыма – участник военной операции в Сирии. Медаль Суворова. За борьбу, которую сейчас ведёт Стас, медали не дают. Победа в ней – это возможность жить дальше. Обычно, думаю, бронхит. Пошёл в больницу, не волнуюсь за своё здоровье. Сразу положили в гост, на следующий день взяли пункцию с грудной клетки. Ну и в 12 часов, говорят, всё, у тебя подтвердился острый лифобластный лекоз. Болезнь не смогла стереть улыбку с лица Стаса. Даже зная, что химиотерапия не дала полного излечения, и для того, чтобы вернуть свою здоровую жизнь, нужна дорогостоящая пересадка костного мозга, он не теряет оптимизма. В ремиссию вроде бы вошёл всё, но то, что будет в ремиссии, не факт. В любой момент может быть рецидив. Поэтому нужна пересадка костного мозга. Это очень… Мы не потянем своими силами. Весь период реабилитации Стас боролся, стараясь всё сделать самостоятельно. Заново учиться подниматься и обслуживать себя. Он долго никому не хотел говорить о том, что болен. Но друзья узнали и решили помочь. Организовал тоже втихую пока от него сбор средств. И дошло уже до того, что он уже сам об этом узнал и понимает, что массовка создалась большая, людей, и нужно уже раскрываться и говорить людям. То есть изначально, естественно, упирался, не хотел ничего этого. Всего за пять дней собрано три миллиона из пяти необходимых. Но если удастся собрать больше, Стас точно знает, что с ними делать. Сумма какая-то будет личная. В фоне детям ликими, им тоже помогать, помощь оказывать. Ну и людям спасибо отозвавшимся. И вообще, я думаю, нужно помогать друг другу быть более добрее в этом мире. 8 апреля Стасу исполнится 29 лет. И самое главное желание, которое он уверен, обязательно сбудется – жить и быть здоровым, создать семью, воспитывать детей. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Если вы хотите помочь Станиславу победить болезнь, направить средства можно на счёт, который вы видите на экране. Продолжение следует...